ДИСКЛЕЙМЕР 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 Гебануться можно. Господа, наконец-то этот момент настал. Вот она, собственная персона. И она создана для того, чтобы наказывать. Ну что ж, господа, прошу любить и жаловать на ваших экранах. Carvin DC700, Made in California. Сделан он был там в 2015 году. И благополучно поступил к нам в столицу металла. Город Туапсе. Где ему и самое место. Семь струн, как нельзя не заметить. И очень примечателен тот факт, что мензура здесь 25,5. То есть это не какой-то там супер баритон. И при этом прошу обратить внимание, что струнки я сюда поставил 9,54. То есть весьма тоненькие. Седьмая струна у нас, C, это 54. Потому что на самом деле толстые струны ставят для металла только лузеры, которые не могут нормально извлекать звук. Чтобы компенсировать факт своего ковыряния, им приходится ставить там на свои баритонные лепски в дроп до 11,56 и так далее. Чтобы максимально компенсировать факт того, что они оттягивают адские струны. Потому что до сих пор не поняли, как надо извлекать звук нормально. А я напомню вам, уважаемое человечество, что джент истинный. Это никогда вот так вот... Это не джент, господа. Это обычный ссанный нестрой. Джент это когда струнка у нас не сходит с места. Обратите внимание. То есть струна не должна колбаситься от разных сторон. Порождая просто лютую какую-то херню непонятную. Струнка на месте. Обратите внимание. Мне там в комментариях писали, что типа у меня там у самого струны летают в разные стороны. Вот, господа. Вот так вот в металле выглядит нормальное звукоизвлечение. Но для этого надо, чтобы ручки понимали, как это все работает. В общем, я специально на этой гитаре играть не буду в этом видосе особо много. Потому что уже в процессе записи отдельный трек, который я на ней сделаю. И там вы в миксе уже, как положено, со всеми инструментами сможете прекрасно оценить весь диапазон этой гитары от седьмой до первой струны. То есть и в режиме рефаков, и в режиме соляков, и в режиме чистого звука, и нули там и так далее. Как звучат, сможете посмотреть. Просто супер. И, кстати, еще мега кайфовая штучка заключается в том, что здесь есть отсечки. Это для меня просто гиперважный момент. Потому что я собираюсь активно юзать чистый звук. В общем, как-то так. Буквально в ближайшее время выйдет полноценный трек, который я прям полностью, целиком на этой гитаре запилю. И сможете оценить уже ее именно звучание. А потом, после этого, по стоке я этот трек выпущу, я сниму эти струнки и поставлю что-нибудь уже для гораздо более пониженного строя, в котором мы и будем дальше двигаться. В общем, как-то так. Кстати, из какого она там дерева сделана, меня вообще не интересует абсолютно. Потому что какая разница, ведь звучит и так прекрасно. До встречи в следующих сериях.